Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может победить. Каждого лично Зеленский уже проиграл. Нет, не Украина, не мы с вами. Мы с вами и Украина, мы обязательно победим. Но Зеленский все прокакал. Он лично лузер, который все проиграл. Потому что когда он приехал в Америку, его там уничтожили. Его вздрючили, как зеленого пацана. Конфетно-букетный период обожания закончился. Его без дублеров и вазелина отымели в Соединенных Штатах, потому что Зеленский очканул. Он просто тупо очканул выступить перед теми, кто хотели задавать ему вопросы. Вопросы не комплементарные под руководством Ермака. Не проститутов-журналистов, заранее подготовленных. Не-не-не. А тех, кто очень хорошо понимает, что происходит в Украине. Это не секрет. Об этом говорил я не один раз. Об этом говорили другие люди. Наши американские партнеры и союзники имеют избыточную информацию, исчерпывающую о том, что происходит здесь. Какая коррупция, какое разворовывание по именам, датам и количеству украденного. Я говорил прямым текстом. Дуракам же закон не писан, им говори-не говори. Ни один я говорили, что наши американские партнеры платят деньги за информацию, которую они получают здесь. Это нормально. В Соединенных Штатах, кстати, разрешена законом провокация взятки. То есть можно предложить взятку и поймать на взятке чиновника, который готов взять. Американцы платят за информацию. Это не противоречит американскому законодательству. Поэтому в Америке коррупция, ну по сравнению с украинской, практически нулевая. Конечно, в любой стране есть люди, которые готовы взять и готовы дать. Но минимизация, которая, ну по сравнению с Украиной, где-то полпроцента от нашей коррупции в США, это есть результат той самой работы, которую хотят проделать с Зеленским. И обязательно в Украине наступит тот период, когда мы поймаем и воспримем, абсорбируем ту систему, которая во всем цивилизованном мире пресекает коррупцию. Зеленский не прошел тест. Во-первых, какого лешего вы поперлись туда, не подготовив визит? Я понимаю, что для Зеленского, как для тупого экзальтированного подростка, ну простите, это еще мягкое определение Зеленскому, не вдомек, что любая международная встреча сначала долго готовится. И только когда она подготовлена, и уже понятен результат, он оформляется визитом, особенно первого лица. Вы не можете на авось куда-то припереться и понадеяться, что вам повезет. Так не работает. Ну, так действительно не работает. И глупость, непроходимая глупость и мания величия Зеленского в том, что он не дал поехать Порошенко, потому что Зеленскому очень хочется вот все аплодисменты взять на себя. А получится так, что придется брать на себя ответственность. Ведь отталкивание других политических сил, выталкивание их из поля принятия решений, в случае негативного результата всю ответственность возлагает на того, кто выпихивал конкурентов, кто убирал оппозицию. Фиаско Зеленского в Соединенных Штатах очевидно для всего мира. Потому что весь мир, в первую очередь США, сказали, что мы будем помогать вам столько, сколько будет нужно, подразумевалось, если вы будете вести себя соответствующим образом. Если вы нашу помощь будете не воровать, не разворовывать, не распихивать по карманам, а пускать на благое дело борьбы с агрессором. Вот такие были условия. Но Зеленский привык намахивать, ну это школа Коломойского, обещать одно, делать другое, а думать третье. То есть долги отдают только трусы. Вот эта философия, на которой наши олигархи поделали свои состояния, она была воспринята Зеленским, и он подумал, что тупая шняга постсоветского общества проканает в развитом цивилизованном мире. И не проканало. Нет, серьезно, не проканало. У нас почему-то принято считать, что американцы, европейцы, японцы, вот они чего-то не понимают. Что вот они не понимают, как у нас устроено, это они не понимают. У меня есть контр-вопрос. Скажите, пожалуйста, давайте вот логически рассуждать. Если американцы не понимают, как у нас устроено, если немцы не понимают, японцы, англичане, австралийцы, вот развитые страны не понимают, как у нас это работает, вопрос, тогда кто дурак? То есть если они не понимают, тогда получается, что дураки кто? Ну кто дурак в этой ситуации? Нет, я понимаю, что нас понимает Россия, вот эти вот, все вот эти вот финты коррупционные, там Венесуэла понимает, я думаю, да, понимает. Северная Корея понимает. Если нас понимают уроды, а нормальные люди не понимают, тогда кто дурак? Если нашу власть понимают подонки, а цивилизованные страны не понимают. То, что делает Зеленский, конечно, понятно тоталитарным режимом. Зеленский пытается копировать тоталитарные режимы. У меня вопрос, а что ты тогда поперся за плюшками в цивилизованную страну? Нет, уже прошло скоро два года после начала агрессии. Уже два года назад, друзья мои, вы обратите внимание, два года назад вот уже Зеленского предупреждали. Уже два года назад трубили во все колокола, те же американцы в первую очередь, готовится агрессия. А Зеленский сказал, что надо ехать на шашлыки. Его ближайший соратник Арахамия вообще обвинил западные средства массовой информации. И западных политиков, вдумайтесь, волосы на голове стоят дыбом. В том, что они уподобились Скобеевой и Киселеву и разгоняют панику. Правая рука Зеленского и Ковагетманцев в Раде сказал, что ни копейки на армию не добавим, потому что это популизм. Два года. Вы знаете, когда дурло не обучаемое, за два года это стало понятно всем. Сегодня Зеленский это главная надежда Путина. Именно продажная глупость Зеленского и его команды является главной надеждой нашего внешнего врага. И когда я увидел Комаровского, который под ручку с Гордоном, говорят, что Зеленскому надо по-правильному уйти, Смотрите, я знаю профессиональных крыс. Профессиональные крысы должны убежать с корабля первыми. И когда профессиональные крысы, я не буду называть имена, уже вовсю анонсируют побег с корабля, то, наверное, надо понимать, что уходить... Кстати, Кучма, он очень чувствительно воспринял вот эти мессенджи. И он не дал в 2004 году случиться трагедии. И Зеленскому бы надо поучиться у Кучмы вовремя уйти, вот этому умению вовремя уйти, чтобы не уходить как Янукович. Зеленскому нужно уйти. Тут я согласен с Комаровским. Выбор уйти как Кучма или уйти как Янукович. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заршавеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!